Глубоко уважаемый Светлана Анатольевна Георгиевна Иванович, хотелось бы рассказать пару слов о классификации патогенеза меланомок кожи. Согласно новой концепции классификации, постулируется, что основной повреждающий фактор, который запускает патогенез меланомы, это ультрафиолетовое излучение. И в связи с этим выделено 9 путей патогенеза меланомы, которые развиваются в меланоме, которая подвергается солнечному повреждению, и в коже, которая не контактирует с солнцем, или, во всяком случае, информации о роли ультрафиолетового излучения в патогенезе нет. По степени так называемого кумулятивного солнечного повреждения злокачественные меланомы разделяются на несколько видов. В первую очередь, это меланомы с низким уровнем кумулятивного солнечного повреждения. Они ассоциированы с интермитирующим солнечным воздействием у лиц относительно молодого возраста. Как правило, наличие в анамнезе более пяти эпизодов тяжелых солнечных ожогов является большим фактором риска и более чем на 50% увеличивает риск возникновения злокачественной меланомы, а именно поверхностно распространяющейся меланомы. Для кожи, которая подвергается тяжелому кумулятивному солнечному повреждению, характерно развитие так называемой лентигомолигмы меланомы. И также в коже, которая подвергается инсоляции, чаще также еще может возникать десмопластическая меланома, которая встречается гораздо реже, но также имеет место быть. Как мы можем гистологически оценить кумулятивное солнечное повреждение? По характерным изменениям в дерме. То есть в норме в дерме мы видим эластические волокна, которые азинофильные или окрашиваются розовым. Мы можем увидеть их структуру. При кумуляции повреждения у людей пожилого возраста, у тех, кто злоупотребляет солярием и загаром, мы можем увидеть, как вот эти эластические волокна, они теряют свою структуру, постепенно превращаясь в бозофильную, беструктурную массу. И по степени выраженности этих изменений мы можем градировать степень солнечного эластоза. Наиболее частые соматические мутации в меланоме – это мутации, которые воздействуют на паралиферацию. Это мутации в гене Бераф, НРАС и НФ1. А также мутации, которые воздействуют на рост и метаболизм клетки, на резистентность к апоптозу и на контроль клеточного цикла. Как происходит пролиферация меланоцитов в норме? Кератиноциты посредством меланостимулирующего гормона воздействуют на рецепторы мелано-картина первого типа и тем самым вызывают нормальную паралиферацию меланоцитов. В том случае, если кожа подвергалась ультрафиолетовому излучению, тяжелому или длительному, может быть два развития событий. Первое – это когда происходит единичная мутация БРАФ и запускается пролиферация клона клеток, которые обладают единичной мутацией. Этот пролиферат в виде, так называемого, приобретенного неоса может индолентно существовать годами. И затем при накоплении дополнительных мутаций, таких как мутации формотори ТЕРТ, или мутации циклинозависимой киназы, может привести к развитию меланомы. Либо же сразу большое количество мутаций приводит через, минуя стадию невуса, через формирование меланомы инситу, к образованию меланомы. Надо сказать, что для меланомы характерно огромное количество мутаций. Это, наверное, самое в этом плане богато мутациями опухоли из имеющихся. И если сравнить между собой опухоли, меланстарные опухоли, которые образовались в коже, которые подверглись большому выраженному кумулятивному солнечному повреждению и низкому, то можно заметить тот факт, что основной мутацией для меланомы с низким уровнем солнечного повреждения является мутация Бираф. Она встречается в 85% случаев, крайне редко сочетается вместе с мутацией НРАС. Обычно они изолированы друг от друга, существуют. В то время как для меланомы с высоким уровнем солнечного повреждения, кумулятивным солнечным повреждением, характерны гораздо большее количество мутаций, и это не Бираф в первую очередь. Если мы говорим о шпицоидных образованиях, то там разброс мутаций совершенно огромный, и в них нет так называемой ультрафиолетовой сигнатуры, то есть набора характерных мутаций для клеток, которые испытали повреждения ультрафиолетом. Хочется сказать несколько слов о так называемой серой зоне, или то, что теперь в новой классификации называется меланцитомы. Как мы знаем, в обычном доброкачественном невусе имеется одна мутация, как правило, это Бираф-мутация. Для инвазивной меланомы характерно большое количество мутаций. Но если мы видим образование, в котором две мутации, оно имеет увеличенную клеточность или атипию по сравнению с обычным невусом, но в то же время недостаточное количество признаков для того, чтобы назвать его меланомой инситу, то все эти образования в текущей классификации относятся к сборной группе меланоцитомы. Что такое меланоцитомы? Это огромное количество нозологических единиц, которые являются в этом континууме между невусом и инвазивной меланомией где-то посередине биологически. И не только биологически, но и гистологически. То есть, когда патолог встречает в своей практике образование, которое нельзя по существующим критериям отнести четко к меланоме, но в то же время он видит, что это и не невус, для таких ситуаций теперь есть так называемая группа меланоцитом, куда входит БАБ-инактивированная меланцитома, глубоко пенетрирующая меланцитома, так называемая меланцитарная опухоль с неопределенным злокачественным потенциалом. И, как мы видим, мутации могут быть самые разные. Также это и БРАФ, сочетание БРАФ или НРАС и БАБ-1 и так далее. Но нужно уточнить этот момент, что для меланцитома все-таки мы ожидаем две мутации и более чем одну, то есть не пять, не шесть. Что касается отдельных, наиболее часто встречающихся нозологических единиц из группы меланоцитом, это поверхностная типическая меланцитарная пролиферация с неопределенным значением. Это обычно тонкое, менее одного миллиметра, меланцитарное образование, которое мы не можем отнести ни к НЕОСу, ни к меланоме ин-ситу. И для того, чтобы не было гиподиагностики, либо гипердиагностики, и по своим биологическим критериям, это образование теперь выделяется вот в такую нозологическую единицу, которая появилась относительно недавно. И, как я уже упоминал, меланцитарная опухоль с неопределенным злокачественным потенциалом, или мелтун, так называемый, в отличие от сампус, который поверхностный и менее одного миллиметра, располагается эпидермально и инфекционально, это образование может иметь дермальный компонент, потенциально туморогенный, но, опять-таки, не имеет достаточного количества критериев для того, чтобы назвать его меланомой ин-ситу. Что в такой ситуации делать клиницисту? Потому что, как мы видим, помимо сампуса и мелтун, появились еще дополнительные провизиональные нозологические единицы, как, например, меланцитарное образование с низким злокачественным потенциалом. В общем, что делать, получив такое заключение патолога? С этой целью была разработана так называемая схема MPAD-DX, которая предполагает, что каждое меланцитарное образование можно градировать по классу риска местного рецидива либо метастазирования. И мы, например, видим, что доброкачественные нозы и диспластические нозы относятся к первому классу, не требуют широкого иссечения, не требуют каких-то дополнительных вмешательств. В то же время, как, например, шпицный нозы без АТП и умеренный диспластический ноз предполагает иссечение менее 5 мм края. И так называемые мелтун и сампус, они относятся к классу 3. То есть меланцитарные опухоли с более высоким риском прогресса местного рецидива. И они требуют более широкого иссечения, ну и, очевидно, наверное, наблюдения. Ну и дальше уже идет инвазивная меланома разных степеней инвазии. Как нам видится, это очень удобный механизм для того, чтобы у нас, получается, с клиницистами говорить на одном языке. Потому как новая классификация, она существует всего лишь 2 года, и некоторые термины, они еще не вошли достаточно плотно в повседневную жизнь. Поэтому думается, что если в подогревности с клиницистами патологи будут использовать в каких-то, сталкиваясь с меланцитарными образованиями серой зоны, как хотя бы использовать кодировку по классу MPADX, я думаю, что это могло бы во многом упростить жизни как одним, так и другим. Спасибо большое.